Алло, да, приветствую вас. Я вас тоже. А, на меня зовут Я по делу, вас набираем, можем, да, говорить сейчас? Ну, смотря какое дело, можем говорить. Да, смотрите, я сейчас занимаюсь сопровождением людей на мировой рынок, а вам позвонила с конкретным предложением. Вот, вы же наверняка слышали, что человек такой, как Терезамы, ушла в отставку. Я, а, нет, нет, новости не читаю, не смотрю. Ну, а вы что, серьезно? Точно, да. Я кого даже не слышала. Неа, в лесу живу, дрова рублю. Ну, в любом случае, если подумать логически, когда люди такие великие, да, премьер, министр все-таки ушла, уходят, то, соответственно, экономика начинает рушиться. Это не только касается Великобритании, это касается всего мира. Но если обращали внимание, то сейчас начинает ослабевать валюта. Евро, доллар, видели? Нет. Не видели. Ну, вот, будете теперь знать. А как вы сами считаете, когда вот такое происходит? Что необходимо сделать, чтобы сохранить свои средства? Не знаю. В муравейник зарыться, наверное. Не знаете? Не знаете. Ну, в любом случае, вы понимаете прекрасно, что золото никогда ноль не стоило. Наверняка, у вас и все близкие женщины носят золото, правильно? Да и у вас на правой руке есть кольцо и золото, правильно? Не-а. Неправильно. Нет, нету. Нет. Ну, ничего страшного. В любом случае, вы должны понимать, да, логически, что золото никогда ноль не стоило и не будет стоить. Дело в том, что если вспомнить 2008 год, был кризис. Помните? Нет. Нет, не помню. Вы что, а где вы находились в 2008 году? Вот, я даже не помню. У всему миру был кризис? Да. Экономический кризис, но вы даете. Ну, и дело в том, что ситуация сейчас повторяется. Сейчас к нам приближается как раз-таки кризис. И для того, чтобы сохранить, ну, конечно, и для того, чтобы сохранить сейчас все свои средства, и не только сохранить, но еще и при умножить средства, необходимо инвестировать именно в золото. И мы с вами на этом заработаем, понимаете, уже до конца этого месяца, как минимум, 30% чистой прибыли. Как считаете, для вас неплохой результат? Да, даже не знаю. Ну, как не знаете. Подумайте. Смотрите, у вас, допустим, да, при инвестиции 200 тысяч евро, вы уже гарантированно за одну неделю заработаете со мной 3 тысячи евро чистой прибыли. Как считаете, это неплохо для вас? Ну, все относительно в жизни. Не знаю. За одну неделю? Ну, за одну неделю. Где вы заработаете еще какие средства, правильно? Подумать надо. Где-то, наверное, можно. Ну, над чем? Смотрите, над чем вы будете думать. Я здесь профессионал, и я работаю не сама, а работаю с группой профессионалов, 7 тысяч аналитиков. Вы вообще когда-нибудь сталкивались с мировым рынком? Нет, к счастью, не было такого. К счастью. Нет, я бы не сказала к счастью. Потому что сейчас уже более 500 миллионов людей зарабатывают в этой сфере. Я не пойму, как вы до сих пор не сталкивались. Вот. Меня, кстати, она зовут, а как вас зовут? Ну, я пока побуду инкогнито, если можно. По что? Я говорю, я пока побуду инкогнито, если можно. Ну, а как вас зовут? Имя ваше как? Я уже два раза сказал, я хочу побыть инкогнито. Вы Виталий, правильно? Нет, неправильно. Да, ну вы просто сейчас мне врёте. Вы же понимаете, я с вами не шутки шучу. А я занимаюсь сопровождением людей на мировой рынок. И даю вам сейчас возможность рассмотреть для себя бизнес. Бизнес, который будет работать на вас. Принцип торговли вообще, Виталий, понимаете? Я не знаю, к кому вы обращаетесь. Я не Виталий. Ну, хорошо, как зовут вас тогда? Я же уже сказал, я хочу побыть инкогнито. Ну, вы можете называть им Виталиком. Ну, вы хотите побыть. Если вам так... Почему вы так несерьёзно сейчас общаетесь? Почему серьёзно? Я вас слушаю. Ну, вы понимаете, что я вам предлагаю? Зачем я вам это предлагаю? Нет, пока не очень. Не понимаете. Я вам предлагаю инвестировать свои средства именно в золото. В такой актив, как золото. Чтобы не только сохранить ваши деньги, но ещё и их приумножить. Таким образом, за одну неделю вы со мной заработаете минимум 3000 евро. Найдите, куда потратить деньги, как считаете? Думаю, и без ваших инвестиций я точно найду, куда их потратить. Сто пудов. Нет, ну, смотрите, я же не предлагаю вам тратить. Вы понимаете развицию, что такое инвестировать? Из этих инвестиций заработать и потратить не 10, а уже 13. Или же вы просто потратите 3000 евро. Понимаете, чувствуете разницу? Ну, пока не очень, но надеюсь, вы мне объясните. Ну, смотрите, вы всю жизнь инвестируете в себя, в свою семью. Что значит инвестиции? Инвестиции – это развитие, это финансовое развитие, правильно? Вы же добытчик, вот вы сами кем работаете, в какой сфере? В деревообрабатывающей. Деревообработка, замечательно. Ну, смотрите, Виталий, а тратите деньги, это вы как-то идете в магазин, допустим, покупаете телефон, или все, деньги вы потратили, но у вас есть всего лишь устройство. И с этого устройства вы можете только звонить, правильно? Средства он вам не приносит. Понимаете разницу? Поэтому я вам сейчас предлагаю, помимо вашего основного заработка, рассмотреть для себя пассивный и стабильный заработок. Это будет вам дополнительный доход. Понимаете? Ну, слушаю, да, говорите. Вот, смотрите, Виталий, есть мировой рынок, это в онлайн-режиме, когда люди зарабатывают на разнице цены. Это не только золото такой актив, это и нефть, это и серебро, драгоценные металлы. И, конечно же, это акции крупнейших компаний. Я вам звоню с компанией, которая занимается аналитикой. То есть мы обучаем, сопровождаем и предоставляем уже всю грамотную, готовую информацию. А вы всего лишь что делаете, это зарабатываете. Понимаете? А как называется ваша компания? Я вам звоню с международной компанией Азии. Это Международная ассоциация Дереватива Выслопа. Вот, мы уже более 22 лет этим занимаемся. А у вас сайтик есть какой-нибудь? Виталий, смотрите. Ну, конечно есть, Виталий, конечно есть. Но просто я вам так скажу, что на сайте вы увидите общую информацию о компании. А я вам сейчас позвонила, так как сами понимаете, бизнес по телефону мы сами не построим. Тем более, что вы в этой серии новичок. Я вам предлагаю познакомиться все это у компьютера в режиме реального времени. Вы мне скажите, на работе на данный момент или нет? Нет, не на работе. Не на работе, а дома на улице? Нет, я на улице. А, на улице, я вас услышала. Ну, смотрите, просто будет более, да, визуально ознакомиться лучше с информацией, чем ее слушать. Согласны? Ну, наверное, да, говорите. Вот, я вам предлагаю встретиться у компьютера, чтобы сейчас много времени не уделять этому. Теорию вы понимаете. То есть, продажа это купить дешевле, да, и продать дороже. Таким образом, вы на разнице цен зарабатываете. А как это происходит все в режиме реального времени, я готова вам предоставить всю информацию. Это по вашему компьютеру, по демонстрации экрана. Вы мне подскажите. Виталий, через сколько будете дома? Через неделю, я сейчас на море. А, вы на отдыхе? Да. Замечательно, а где отдыхаете? На юге. Где? На юге. Там, где тепло. В общем, все, я должен идти, бежать, плавать. Все, хорошего, до свидания.